В общем-то не останавливается конвейер европейской лиги и сразу же после невероятно скучного матча между командами кем-то там, ну в общем между куклером и командой Тим Фридом начинается следующая игра между командой голубых кроликов и той же самой Тим Фридом. Сами по-прежнему Иван, кто на поле у голубых кроликов это Арк на воротах и Дракслер, Суп и Акаси. На поле еще может выйти Рики Джобсон, но в общем-то полный комплект. Я думаю, что к концу мы можем ожидать шайб 10 воротах синие команды, а красная команда, пардоните. Ушел Арк, вышел Рики на ворота, ну не знаю, с чем это связано. Может у Арка проблемы с интернетом у него бывает. Акаси ждет возможность для передачи на пятак. Оно ее дает передачу на пятак. Можно на самом деле устроить такой условный челлендж. Например, после каждого периода снимать одного игрока, игрокам голубых кроликов и смотреть, что из этого получится. Я думаю, что все равно голубые кролики уверенно выиграют свою игру. Если уж Куклер один сумел обыграть этих несчастных в команду свободы, то я думаю, что украинцы тоже смогут. Ну и конечно Суп не будет ложат, как сейчас. Суп очень популярный игрок, отлично делает вайны. Я думаю, вы все видели. Бросок Акаси открывает счет в сегодняшней игре. 1-0. Я думаю, это только начало-начало. Акаси. На левом фланде Суп 1. Очень медленно он подкатывает к шайбе. Передача на Питак. Да. Неудачно. Жаба. Передача на Дилдозера. Невероятная фантазия игроков американской команды. То есть Жаба, Дилдозер. Драктлер, который очень неплохо провел последний турнир ЭПХЛ. За Альянс отлично разыгрывают Суп и Драктлер шайбу. Не хватает только борща. И Драктлер забивает шайбу. Американцы успевают нахваливать команду соперника. Ну, уважение и все дела. Акаси. Между прочим, за Голубых Кроликов играет новичок команды. Ну, новичок. Два новичка. Нордик Юнион. Это Акаси и Арк. Вот такие дела. Показатель мощности. Ну, еще играют два игрока из Кримерс. То есть, два... Четыре игрока первой величины мирового хоккея. И Драктлер забивает еще одну шайбу. 3-0. Ну, вообще ничего. Красные не могут противопоставить. Поэтому, честно говоря, я уже даже не парюсь по этому поводу. И спокойно жду, когда закончатся эти все игры. Чтобы больше никогда эту лигу не комментировать. Ну, может, там некоторые матчи, которые хотя бы как-то можно смотреть. Вот первая, например, игра между командами Мига Тим и кем-то там. В общем-то, мне запомнилось. Такой напряженной игрой. И неплохой игрой Буре и Мига Мипа. Такое противостояние было забавное. Драктлер. Очередной выход 1 на 1. Четвертая шайба. Драктлер игрок Альянс, насколько я помню. Тоже, кстати, игра команда, занявшая третье место. То есть, видите, какой состав у игроков. Ой, синие команды, простите. Просто очень-очень интересная игра. Я прям не могу удержаться. Пять игроков, в общем-то, экстра-класса. Ну, может, не экстра-класса, но очень опытных игроков. Ну, я тут вижу, на самом деле, точно двух игроков экстра-класса. Это, очевидно, Рикки и Джобсон. Ну, оказывается, может быть, с натяжкой. С авансом, скажем так. Ну, что-то я расхваливаю игроков синие и совсем ничего не говорю про американскую. Но я просто про них ничего не знаю. Лишь могу так по ощущениям сказать, что делдозер выделяется немного по сравнению с остальными. С массой остальной, вот это очень правильное слово, применительное вот всей американской команде. Вот масса, вот это хорошее очень слово, мне понравилось. Эпитет такой, выдаю я. 4-2, а 4-0, прошу прощения, какие-то там два, господи. 4-0. Джобсон вышел на поле вместо... А вместо кого он вышел? Вместо супа. Ну, вот, кстати, не согласен. Супу можно было дать побольше, поиграть. Рики тем временем забивает свою первую шайбу, пятую для команды. И за ему более удобное положение в кресле. Чтобы... Точнее, более неудобное, чтобы не заснуть. Джобсон передача на пятак. Дракстер и Рики были готовы принять шайбу, но это не удалось. Какое-то какое-то интересное наречие сейчас было в исполнении игрока Тим Фридом. Он даже что-то по-русски пытался сказать. Джоба. Жаба с шайбой. Знаете, один куклер как-то выглядел более выгодно. Ох, сейчас вот это хорошо было. Вот это, знаете, такая чисто айсишная игра, но блестяще спасает свои ворота Аусте. Но я думаю, он сам не ожидал, в общем-то, от себя такой хуйни. Рики. Можно дать передачу, но он закатывается за ворота и отдает неудачную передачу. Рики. Рики отлично разворачивается. Отдает передачу. Передача, наверное, была лишняя. Ну, я думаю, в отношении соперника это уже не важно. Шикарные оборонительные действия красной команды. Я думаю, вы сами уже все сделали выводы. Джобсон, бросок выше ворот. Мне кажется, справедливее было бы проводить игры на одну на Мига сервере, а другую, например, на американском сервере. Судя по уровню игры американцев, я думаю, это было бы более объективно. То есть на американском сервере где-то там равные условия. Может быть, там в сторону американцев немного условия будут увеличены. А вторую игру на Мига сервере. Рики делает дубль. Ну, а американцы вообще ничего не могут противопоставить. Дракслер финтит, уходит, забивает четвертую шайбу. И мне еще полмачивает комментировать. Задача не из простых, но мне придется справляться хоть как-то. Рики ищет возможность для броска. Он вообще-то бросает и очередную шайбу забивает ворота. Просто в ворота. Я уже даже не могу сказать, что это ворота Аустина. В них столько уже побывало шайб. Не то, что вы подумали. Вот, что игроки синие команды уже обязаны сжениться на этих воротах. Снова опасный момент. Попадает по шее Берики. Знаете, чувствую, что старею, потому что не могу уже четыре матча комментировать подряд. Очень тяжело. Рот устал, честно говоря. Джобсон сейчас, наверное, отдаст назад на Дракслера. Акась. Акась. Неудачный заброс вперед, но... Я забываю постоянно, что за соперник у команды... Постоянно забываю название. У голубых кроликов. Так что любой неудачный пас, можно говорить, что он, в принципе, удачный. Рики. Еще одна передача. Продолжается издевательство над красной командой. Еще целый период. Десятку, как я и предвещал, наверное, десятку, конечно, отгрузят играть. Голубых кроликов. Может быть, сделают это даже за ближайшие 52 секунды, которые остались до конца перерыва. До начала перерыва. 2-го перерыва. Может, они сами себе забьют. Нельзя ничего отбрасывать из вариантов. Еще один момент. Ну, правильно. Вообще выходят уже игроки красной команды из игры. Ну, зачем, правда, зачем доигрывать? Мне тут начали шмалять за окном. Если что, я не в Мариуполе живу. Так что не волнуйтесь за меня. Передача. Бросок. Аустин спасает свои ворота. Какая сейчас была хорошая шутка про Мариуполь. Я думаю, игрокам в сборной Украины она понравится. Снова замена игроков в красной команде. У игроков в Тим Фридом. Фух. Остается буквально 5 минут этого мучения. И мы отправимся по домам спать. Рики. Передача на супа неудачна. Ну, десяточку-то они... Ох, какой бросок супа. Шайб попадает в перекладину. Или в штангу даже. Джобсон. Суп. Теряет шайбу. Ну, да, это тебе не вайны делать. И вот сейчас можно бросить супу. Бросок. Забивает первую шайбу в сегодняшней игре. Я думаю, это будет еще один вайн в его коллекции. А может быть даже и два. Если было бы две камеры. Если бы с двух камер снимали, я думаю, было бы все и четыре. Кейп. Ну, сейчас я говорю, если бы была бы у нас такая статистика. Там бросков по воротам. Синяя команда или по владению шайбу, то это было бы что-то, знаете, по аналогии с футболом Барселона против Тульского Арсенала, допустим. Чобсон. Передача на Рики. Отдаст сейчас, наверное, на суп или сам попробует бросить. Да, но он спокойно так обвел всех игроков и забивает одиннадцатую шайбу для своей команды, пятая для себя. Бесконтактное вбрасывание. Вы видели, сейчас были свидетелями бесконтактного такого вбрасывания. За все время, что происходит игра, вратарь синей команды, по-моему, ни разу не коснулся шайбы. Просто ни разу. И, ну, вот, буквально там пять минут назад я сказал о том, что не хватает только шайбы в свои ворота в исполнении красной команды. В общем-то, они ее организовали. Двенадцать ноль. Хоть шайба записана, там, по-моему, на супа, если я не ошибаюсь, но это уже не важно, на кого она записана. Но вы видели сами, что шайба залетела от игрока красной команды. Суп делает хэт-трик. Тринадцать ноль. Не могу поверить, что я продолжаю это комментировать. Рики. Схема бесконтактного боя. Еще один бросок. Суп делает четвертую шайбу. Ну, все, группа будет завалена, группа вайнов будет просто перегружена вайнами за сегодняшний день. И, ух, какой опасный момент. Комменты имеют шанс играть и красной командой породить ворота соперника. Аказь даже не двигался уже. Ребята, ну забейте вы мне. Вот он, вся его поза говорила об этом. Но ему ничего не удалось сделать. Какая печаль. Еще одна передача на пятак. Как я сегодня выразился, пытаясь в одном из своих репортажей говорить на английском языке, я сказал, что пятак это файв сквер. Пять площадей. Ну, вы поняли. Пятак. Файв сквер. Шайбы рики. Бросок в сетку с внешней стороны шайбы попадает. Продолжается такая мини-содомия на поле. Просто, конечно, в масштабах вселенной эта игра пшик. Вот. Но все равно, как бы, выглядит все очень печально. Очень грустно. Для игроков Team Freedom. Пятнадцатая шайба. Так уже буднично, я об этом говорю. Даже особо не напрягаясь. Очень мало ассистов за сегодня. Обратите внимание, всего лишь четыре. У рики их. Это достаточно странно. Рики шестую шайбу. Ну, вообще бросили играть. Краки красной команды. По-моему, они бросили, правда, играть еще на первой минуте. Первого периода, в общем-то. Рики. По-моему, третий или четвертый раз он этим финтом обводит игроков Team Freedom. Рики. Еще раз. Как будто он поставил себе задачу, как можно больше раз обвести этим финтом игроков соперника. Сами друг в друга врезают те игроки красной команды. У меня же мозг зачесался уже от этого всего. В общем-то, выход один на один. Нет, вру, Джобсон там на поле. И, смотри, какой бросок! Ого! Ого! Вы посмотрите! С ума сойти! Просто шикарно! О'Казь, видимо, пошел заваривать чай себе. Рики. Ну, что ж, день прожит не зря. Одну шайбу они забили. И уже даже не так грустно это все смотрится. О'Казь, видимо, еще не налил себе чаю. А так мог бы остаться сухой. Ну, в фигуральном смысле, конечно, я не имею, что он там сытся в штаны или что-то прочее. Ну, я думаю, вы так поняли. Я думаю, не стоило даже пояснять. Ох, какая попытка броска! 8 секунд можно забить еще одну шайбу. Жаба уже вышла. Ну, да, Рики еще одну шайбу забила. Аж пробил насквозь ворота. 17-1, в общем-то, счет в пользу команды Blue, вот этих голубых кроликов. Ну, что ж. Всем пока. С вами был Иван. Играйте в киберхоккей.